здравствуйте корнелю давно не виделись за это время произошло много событий и давайте начнем так с общего вопроса как вам ситуация в стране прежде всего конечно политическая так сразу и расскажешь конечно все что произошло было довольно неожиданно все эти политические изменения перевернули картину мира можно сказать для нас молдаван но приходится привыкать к новым реалиям и конечно этот новый альянс который был создан я смотрю на все политической точки зрения он довольно какое чудесное явление конечно ему тяжело видно альянсов правительству очень сложно мы наблюдаем за теми попытками выполнить обещание провести реформы в первую очередь связанные с юстицией на которой ставили акцент в то же время мы замечаем что экономически не совсем скажем так удачно выполняются те указания и вообще намерение планы не совсем состыковываются с экономическими реалиями поэтому все очень противоречиво и дать полную такую оценку объективную невозможно нужно еще подождать но уже чувствуется может быть скажем так надобность не коренных изменений может быть низ ухода с арены тех которые пришли в июнь но каких-то изменений корабль если так можно использовать эту метафору который очень нравится корабль нуждается в ремонте не обязательно нужно сгонять крыс корабля а там кое-что нужно и заниматься и матросами и вернее офицерами и капитаном я думаю что при определенных изменений корабль может плыть то есть ощущение такое что ничего сверхъестественного не произошло мы в нормальном режиме но кое-какие изменения нужно проводить ну тогда скажу так новая власть предпочитает чтобы все-таки называли не альянсом а коалицией и если мы вот так сейчас пытаемся какие-то выводы сделать то как вам кажется какая задача для них оказалась самой сложной ну мне кажется что самое сложное это не бурная деятельность в области юстиции которые не всегда приводят желаемым результатом можем об этом поговорить но мы видим что это все тоже очень противоречиво но основная проблема это конечно экономика и это нельзя сказать что это неожиданно для новой власти потому что я имею ввиду в первую в право потому что они контролируют правительство они об этом на это намекали когда говорили что мы хотим де олигархизировать деполитизировать то есть экономика у них не было на первом плане но долго игнорировать экономик невозможно в нашем обществе это всегда аукается и если они продолжат вот в том же духе игнорировать экономику уровень жизни уровень зарплаты так далее вы считаете что правительство игнорирует экономические проблемы и социальные так из ваших слов но это видно даже в их программах тех немногих программах которые мы читали но программа правительства есть на первом месте это юстиция на втором выборы но экономические вопросы они где-то на задворках и это очевидно что для них не экономика не приоритет а вопросы в экономике связаны с раскрытием оккультных схем вот они очень много говорят об этом это не совсем экономика это тоже борьба с коррупцией так далее то есть они и в экономике вместо того чтобы ставить акцент на развитие на модернизацию они наоборот хотят там что-то найти каких-то крыс каких-то коррумпированных чиновников изгнать но это не по моему не совсем приоритет на на сегодняшний день может из политической точки зрения это выполнение обязательств которые были взяты но с точки зрения жизни это не совсем соответствует реально тогда логичен вопрос насколько профессионально это править вы знаете сказать что непрофессионально это не профессионально там есть нюансы и даже непрофессиональное правительство может при желании течение относительно короткого времени стать профессиональным то есть выучить люди должны научиться быть министром и они должны еще начать доверять тем профессионалам которые находятся рядом с ними и они должны раскрыть найти в них профессионала вот это по моему происходит очень тяжело то есть министры которые пришли они в основном не доверяют ставку скажем так людям которые их окружает частично были убраны многие из них были профессионалы и теперь они сами себе хозяева и это не очень удачный вариант то есть когда мы говорим о институциональной памяти например есть такое понятие что означает что человек который приходит министерство он не приходит на пустое место он приходит и там сохраняется какая-то память какие-то знания о том как администрировать определенную отрасль вот эту институциональную память по моему чуть-чуть загубили вследствие того что убрали многих людей а вот новые люди которые пришли они еще не профессионал в этом я думаю основная сложность и проблема данного правительства очень много приоритетов очень нужно многое нужно сделать а министры не могут делегировать это доверенным лицам потому что или не доверять или их уже нету и им приходится все делать самим они не совсем в этом разбирается ну хорошо вот прежняя власть надеется и даже не скрывает что эта коалиция проживет недолго они об этом частенько говорят даже себя предлагают а демократах сейчас вот у вас есть какой-то прогноз на эту тему ну как то конечно же демократы скорее всего хотели бы быстренько изменить ситуацию они попали в сложное положение мы видим что они с трудом приходят себя сделали изменения но там сохраняются определенные противоречия не связаны и с уходом плохотнюка поэтому конечно демократам хотелось бы изменить эту ситуацию их приход во власть как можно скорейший приход во власть конечно воодушевит партию изменит общий дух в партии демократы так как они были задуманы раньше это была партия власти для них находиться в оппозиции это губительно это для многих людей которые привыкли руководить не совсем понятно чем заниматься в оппозиции поэтому многие хотят уйти и отсюда вот это стремление вернуться как можно скорее я думаю что они не только хотят это этого но и пытаются кое-что сделать тогда свежий вопрос некоторые считают что за заявлениями за последними шагами господина цикл господина реница очень торчат демократические уши вы как полагаете здесь что-то есть от правды могут торчать могут не торчать дело в том что и господин цикл и господина реница являются политиками унионистского толка и в принципе естественно было ожидать от них вот такого поведения стоять особняком то есть как-то иметь собственную позицию по многим вопросам то что блока кум он не выражает унионистский взгляд в политике и поэтому все же тем более они не являлись членами партии конечно не с моей точки зрения уж слишком рано так оторвались или пытаются оторваться от партии и партийного духа партийной солидарности это немножко так странно и отсюда и вот эти догадки да но видите ли у них у меня такое ощущение что у них есть в голове какой-то политический проект у неонистского характера они хотят освежить именно у неонистскую идею в парламенте которая была загумлена до них а кто им помогает в этом ну мы можем только догадываться об этом конечно же им кто-то помогает но это могут быть разные люди из разных сфер это может быть и какие-то круги из румынии потому что для них у нее низкая идея она привлекательная не должны ее поддерживать помогут быть люди демпартии почему бы нет потому что демпартия всегда имела обычай заигрывать с унионистскими движениями но это был это мягко их обвиняли в прямом финансировании но это тоже с моей точки зрения это заигрывает потому что они не становились скажем так чем-то частью демократической партии это были все равно партии движения которые имели свою точку зрения кстати демпартия не является приверженностью унионизма но они могли быть при определенных условиях использован то есть это может быть и демпартия это может быть и другие кстати я вам так скажу что даже обвиняют иногда и кремль в том ну не кремль но другие институты в россии с тем что они используют унионистские движения тоже для того чтобы продвигать какие-то свои линии вот это ведь они радикальные партии не могут создать иногда хаос поэтому тут нету какой-то уверенности кто именно им помогает знаете это просто давно у нас во всем виноват путин мы привыкли последняя из шуток это то что вот вонь наш в городе ну вы знаете что у нас молдове не только путин во всем виноват но и плохотнюк во всем виноват был поэтому и можно обвинять их обоих иногда во всем то и это иногда происходит столько чтобы господин плохотнюк когда мы вот рядом этих как-то да назовем фамилию даже рядом с господином путиным интересно как бы он к этому отнесся но сейчас не об этом вот вы говорите по поводу демократов и унионизма ведь смотрите демократы должны занять какую-то нишу после того что произошло со всеми их минусами с тем что они привыкли быть у власти все остальное тем не менее какая-то ниша нужна очень многие искал политологи сводит свои размышления к тому что как раз у нее низкая ниша ниша для них на данный момент является крайне привлекательной отсюда их антироссийские высказывания да они по моему отнюдь не умерили этот свой пыл вот и называют даже так это интересно либералу не низкая партия встречали такое да но вы знаете эта идея когда-то была высказана дунгачу один из румынских известных комментаторов он сказал так что унионизм это единственное пристанище молдавской политической элиты когда молдавское государство и исчезнет или исчезает то есть любая партия может стать у нее низкой и захотеть объединение с румынией когда у нее будет острое ощущение кризиса подавленности и то есть это как бы последнее решение финальное решение всех проблем но я не думаю что демократы настолько наивно чтобы надеяться на это тем более что я знаю характер людей которые там находятся там есть кстати очень влиятельная фракция назовем ее так которая всегда была левой по-своему и она была и в коммунистической партии как раз те люди которые пришли к ним дала из коммунистов полагать что и голос на сегодняшний день достаточно громко звучит он может быть и не звучит очень громко но на них нужно обращать внимание внутри партии потому что это серьезная фракция и партия желает сохранить единство она может сохранить единство только отказавшись от унионизма поэтому вернее он никогда не был присущ демократической партии поэтому я не верю в то что демпартия сможет когда-то так слишком вправо уехать да просто у нас несколько другая градация градация в нашем политологическом сообществе у нас как бы если ты русофоб а русофобских заявлений за это время демократами было сделано крайне много то люди пытаются как бы тебя уже тут же сместить направо а направо у нас где господа я бы не сгущал краски как-то про русофобство демократической партии но демократической партии есть претензии кстати характерные для правых с этим я соглашусь по отношению к россии это связано в первую очередь преднестровьем с присутствием российских войск этот тезис кстати никто и не снимал мы видели с какой осторожностью господин додон вон обращался с этой темой и поэтому это очень щекотливая тема но в то же время нужно нужно помнить о том что при демократах была издана директива запрещающая чиновникам ездить в российскую федерацию нужно вспомнить это что раз молдавские чиновники когда приезжали в москве иногда подвергались таким тщательным досмотром поэтому давайте ничего не будем забывать но помним и последнее изречение господина канду который сказал что демократы признают то единство вот то что они не смогли сделать во время их правления это было серьезным упущением это наладить отношения с россией это крайне интересное для меня заявление особенность вспомнить другие заявления господина канду который до сих пор в отношении россии но все таки он это сказал в конце концов а искренне сказал вот непонятно было но он это высказал и все ожидали и до сих пор ждут там определенных объяснений они не последовали но давайте может быть вы пригласите господина канду и будете с удовольствием узнать мне было бы крайне любопытно с ним побеседовать на многие темы по вашему складываются внешнеполитические отношения новой власти когда они приходили к власти вы помните да многие говорили мы получили благословение европы россии сша вот молодцы какие на самом деле молодцы так я сейчас не утрирую потому что не было такого геополитического консенсуса в истории молдова вот сейчас ну все я вроде бы наладилась вокруг вот этого понимания международного консенсуса в котором присутствует три почти держава россия сша и евросоюз ну говорят еще и мы замечаем вот проблески этого такой равноудаленной извешенной внешней политики сбалансированы как говорит господин президент сбалансированная внешняя политика это все вытекает из вот этого очень странного необычного консенсуса то есть взаимопонимание которое возникло у больших держав по отношению к молдове но мы видим что не только как в молдове вот последние события указывает и на украину да в молдове это касалось это касалось конечно и больших таких геополитических видений определенное сближение сша берлина и россии но касалось и отношения к господину плохотнюку он и всем порядочно надоел но их я тут сделаю маленькую ремарку не обязательно когда всем надоедает наш лидер нужно его обязательно сдавать может быть и он как раз именно поэтому и хорош я здесь должна вмешаться потому что сделали интересное заявление то есть вы действительно полагается что он сейчас вот в это время может находиться в соединенных штатах неспроста именно потому что его не сдали выражаясь вашим не сдали полностью вот так я то есть частично за американцы все таки его убрали все вспоминают конечно эту вернее хотят узнать что ему сказал посол сша в течение тех 10 за многие но ведь никогда не говорят полностью хочется интереснее версию понимаете хотелось бы те съемки у них там же камеры еще желательно расшифровка там буквально да то есть конечно же американцы пока что он находится на территории сша скорее всего и там к нему все таки такое отношение относительно нормальное но хотя они сказали что если там что-то будет против плохотнюка его сдадут но все-таки консенсус был убрать плохотнюка из власти и это произошло ну и теперь мы живем этим консенсусом кстати это очень сложные сложная ситуация потому что всем находящимся у власти нужно поумерить свой пыл закрывать рот не высказывать все то что они думают а у нас привыкли на тему геополитики прям распространяться да говорите все правильно кстати об этом это и проблема господина цикла и господина реницы и это все конечно же они пытаются делать политики вот я обратил внимание после речи господина додона в оон вроде бы прозвучала критика в его адрес со стороны а вы поняли эту критику вот господин тюрь я хочу вас спросить потому что вот когда госпожа премьер да она критиковала я вообще не поняла вот сути претензий поясните что вы поняли из этих претензий как бы так когда говорится что мы хотим при помощи консенсуса всех нет и и штаты и россия и евросоюз почему-то премьер это интерпретирует как кто-то будет мы сами будем решать основная претензия касается российских войск из того что я понял и правые считают что он должен был более четко сказать о том что российские войска должны быть выведены из приднестровья из молдовы то есть это суть претензии но я согласен что господин дон имеет ту позицию которую он имеет и все знают позиции господин дон он имеет ту позицию мы скорее на мой взгляд о которой они которые они согласовали что мы не выходим и не делаем какие-то резкие заявления да вы помните ничего резкого я здесь абсолютно согласен ничего резкого в речи господина додона нет это был очень мирный дискурс который и очевидно было что он хочет обойти острые углы для того чтобы не создавать нервозность молдове но и сама нервозность была только где-то два дня были высказывания после этого все замолчали то есть была претензия к русскому языку как думать я не думаю что это мажорная тема и господин додон мог ее поднять тем более так как он ее и поднял ничего такого особенного не говорил по-русски возможно и на это вот но это было я думаю у меня появилось чувство не по зачем он это сделать это угон все-таки они вот я тоже не понял зачем он это сделал но критиковать это я бы не сделал потому что это один из официальных языков там но тут но тем самым как бы ощущение было такое что он до до господа додон из-за он обращается к нашим русскоязычным жителям молдовы что в принципе нет я думаю это была не та аудитория но господин додону виднее как какие языки использовать можно было конечно использовать и английский насколько я знаю додон знает вот это тоже язык он предпочел русский видимо как я уже говорил общаясь с нашими гражданами он был в оон а мы в кишиневе возможно да языковая проблема у нас опять потому что заходишь на сайт посольства соединенных штатов там есть версия на русском языке а вот при демократах заходишь на сайты наших учреждений так там мы понимаете английский французский а русским даже не пахнет вам не кажется что это было не очень правильно но я не обращал внимание делюсь своим наблюдением просто я говорю что если на сайте американского посольства есть русский язык я ничего не имею против русского языка но понимаете господин додон был в оон в оон а не в кишиневе в ки когда он в кишиневе говорит на русском языке для меня нет то есть один из официальных языков но один из данный он выбрал вот проблема выбора здесь про это ваша позиция да безусловно вы много внимания вообще вот как политолог уделяете приднестровской проблеме вы всегда подчеркиваете вот сейчас когда у нас власти новые люди как вы полагаете вот ее решение она как-то приблизилась или может отодвинулась какие у вас ощущения нет ощущения какого-то приближения понимаете я веду того что довольно таки давно обращаю внимание на эту проблему не скажу что усиленно занимаюсь я но слежу за тем что происходит очень много очень много было ситуации когда мы вроде бы как приближались и потом резко уходили поэтому каждый раз когда мы опять вроде бы про появляется какие-то благоприятные условия и мы все думают что мы приближаемся какому-то разрешению у меня уже появилась появляется это чувство того что я вам не верю как вот чувство недоверия да и сейчас у меня тоже чувство да вроде бы есть международный консенсус да вроде бы есть план господина додона который пока что еще не попал в печать если насколько я его не видел но там есть есть план у нас есть план с другой стороны господин додон не зря поднял вопрос нейтралитета международного признания нейтралитета я глубоко сомневаюсь что американцы например и даже россия могут признать наш международный нейтралитет а ведь это да это сложный процесс а ведь это все таки является каким-то краеугольным камнем всего видения господина додона о том как разрешить пренестровский конфликт до того как мы например опубликуем план разрешения конфликта должно быть вот этот консенсус великих держав по отношению к молдове но не с тем чтобы свергнуть плохотнюка это уже является вторичными неинтересным а по признанию международного нейтралитета и предоставлению определенных гарантий так понимаю ведь нейтралитет признание нейтралитета означает он международно признан да правильно поэтому ввиду того что есть сомнения по первому шагу у меня есть сомнения по тому что мы можем двигаться по этой дорожной карте который скорее всего сейчас есть у советников господина признан то есть вот сейчас вы сказали очень важные слова что вы сомневаетесь что штаты да вот они согласятся на этот международный признанный нейтралитет зазначает ну я и сказал и россия но россия всегда выступает как раз именно за это когда особенно размещаются ракеты в румынии россияне что говорят ради бога только не пожалуйста заявить что вы нейтральная страна потому что у нас вот и так есть опасность витак него размещение ракет как раз вызывает и ответную реакцию не в смысле признания нейтралитета скорее всего желание установить свои собственные ракеты но если почему полдова разрешит почему бы нет но дело в том что я пока что не слышал фантазирует фантазирую пока что не было таких декларации но я пока что не слышал от россии желания признать наш нейтралитет и на форумах говорят по поводу того что чего не ждут от молдова нейтралитет вы не доверяете форма то одно я говорю о в об официальных заявлениях политика вот этого я не слышал хорошо интересную вас позиция потому что по нейтралитету как раз это вот один из краеугольных камней то внешней политики как видит себе президент да но я же мы же не говорим о том что господин президент выражает позицию россии он выражает свою собственную позицию я уже не говорю о россии я просто говорю сейчас о нейтралитете следует ли это исходя из ваших заявлений ожидает что вот те прекрасные слова которые будут сказаны политиками правого спектра в отношении нато и потом тихонечко все они будут говорить что они будут говорить да мы же мы мы просто говорим о сотрудничестве они же смотрите как нам в партнерстве ради мира помогали смотрите как они нам с пестицидами помогали воевать там да мы боролись мы их утилизировали все мы это делали это будет неискреннее заявление когда наши политики будут говорить об этом как полагать по поводу на то что нужно по поводу на то да я же так вопросы задала нет во первых я не особо понимаю позицию нашего блока кум правящего блока кум по отношению к нато они может быть исходя из тех соглашений которые были они особенно особо не распространяются на эту тему ведь в принципе тема нато она вот в при таком политическом формате табу если не дадон не зря говорил о военном нейтралитете он использовал дважды в своем дискурсе в оон тему военного нейтралитета и он не объяснил что это вы кстати знаете что такое я я специально после этого проверял в учебниках в словарях международных но понимаете когда ты выступаешь на таком уровне ты должен использовать термины которые понятны нам мы это уже обсуждали как бы и понятно и вашим зарубежным партнерам в принципе вот я не знаю если он в этом смысле использовал это выражение но военный нейтралитет у международников имеет в виду не присоединение к военным блоком то есть если вот этот консенсус существует на уровне коалиции как вы говорите то тогда понятно почему блока кумни не использует на то не очень я не в самом деле не требует какого-то сближения с нато на сегодняшний день потому что это тема которая не может быть использована в политическом дискурсе ввиду существующих соглашений хорошо внутренней нашей проблематике вернемся скоро местные выборы не буду говорить банальности что это репетиция парламентских но то есть как бы все это понимают и важностях я надеюсь по крайней мере наши телезрители точно понимают как вы видите расклад сил после этих выборов что как какие партии для себя сделают какой-то шаг вперед каких назад ну во-первых расклад сил он иногда чувствуется на улице когда идет избирательная кампания нужно обращать внимание на наружную рекламу и ты поймешь что и как в принципе как обстоят дела ну очевидно что социалисты хотят одержать победу в городе и вот эти места по стране сначала я предложил бы вам так хорошо но для социалистов очень важно расширить свое влияние это для них очень благоприятный момент как по стране так и в городе потому что все таки этот момент коалиции несмотря на то что он поддерживается как правами так и социалистами но он рассматривается как временно и вот этот момент равновесия временного равновесия он раньше или позже будет нарушен и очень важно для социалистов набрать больше чем обычно и у них сейчас благоприятный момент потому что возможно часть электората кто раньше поддерживал демократическую партию это не унионисты это не правы могут поддержать левых и и в виду этого они нарушат вот существующий баланс еще консолидирует свою позицию что позволит им требовать больше большего даже в рамках альянса ведь не секрет что они хотят например ввести своих людей правительство а для этого нужны веские аргументы в случае если местные выборы покажут что их рейтинг их политический вес растет они без труда смогут продвинуть эту идею то есть для социалистов очень важно важный рост ну и конечно для них идеально это иметь больше 50 процентов а для этого местный выбор тоже хороший индикатор то есть где может остановиться этот рост социалистов у коммунистов он превышал 50 процентов социалисты еще по моему не по моему точно еще не дошли до 40 процентов то есть вроде бы в потенциале есть есть возможность роста и местные выборы могут показать так ли это или нет особенно если лидеры на местах будут поддерживать партию социалистов то есть для них это очень важный выбор для блока акум местные выборы но они очень сложно они в сложном положении мне кажется что они даже более сложное положение чем социалисты то что они должны для них важно удержаться удержаться на примерно на том уровне на котором они находились конечно для них очень важно выиграть город на стас и и вообще и удержать те позиции особый особенно в центре молдовы где они традиционно хороши дело в том что это разочарование которое присутствует в обществе я не сужу о себе как раз я не особо разочарован потому что у меня не было больших ожиданий но очень много людей которых были ожидания вот все-таки не видят той отдачи который от правительства который от блока которая могла бы быть поэтому им важно удержаться убедить людей а в чем смысл политические вот этого удержания позиции убедить их проголосовать несмотря на их разочарованность ввиду отсутствия альтернатив тут очень важный момент как будут проявлять себя эти новые альтернативы вот типа цику реницы появлением у нее низких формированием как и лидеров типа влада цуркану ведь все эти проекты мы еще не знаем кто их поддерживает об этом уже говорили но все эти проекты они создаются для того чтобы ослабить базис фундамент блока к и вот это большой вопрос и местные выборы покажу насколько большие шансы у этих про альтернативных проектах по городу по городу относительно все просто интересно как раз да но интересно будет во втором туре первый тур для меня не представляет большой интриги хорошо кто с с кем сойдется во втором туре но как обычно это социалисты это правые представители все-таки блока кунге у них сегодня хочу назвать имена потому что мы в избирательной кампании всем понятно это не является секретом поле шинели ни для кого нет смысла вот используете говорите конкретно но вот кто победит из этих двух полюсов правые или левые во втором туре это большой вопрос опять шансы у господина чабана выше потому что ситуация благоприятствует но правы при удачном раскладе если смогут мобилизовать свой весь свой электорат могут удержать свои позиции пригорода пригороды да очень важно главное опять с правом сладе справиться с чувством разочарования которые есть у электората если они это смогут сделать а они проводят традиционной кампании для правых которые не имеют огромных ресурсов или не хотят их предъявить правы ставят акцент на последнюю неделю избирательной кампании то есть тот факт что мы на улице не видим особо особого присутствия скажем андрея анастасы это еще не факт что они сдают свою своего кандидата или их кампания не убедительно вы увидите что на последние 100 метровки они очень интенсифицируют свои свои призывы и у нас остался есть шансы конечно же победить как думаете наши политики уже начали подготовку к президентским выборам несмотря на то что никто из политиков пока никаких таких заявлений не делал вы чувствуете что эта тема волнует ну я чувствую по господину до додону что эта тема является для него ключевой вот все эти поездки особенно тот факт что он смог пробиться на запад раньше это было серьезной проблемой для господина президента сейчас он даже чаще бывает на западе чем в россии и не только россии но беларусь там на востоке то есть это указывает на то что господину до дом для него конечно очень приоритетно победа на выборах по-моему это единственный политик который серьезно этим вопросом занимается не благо у него есть время господин чабан занимается городом социалисты занимаются местными выборами а у него есть время заниматься президентскими выборами и укреплять свои позиции и поэтому мне кажется что он является реальным кандидатом на победу вновь в случае а кто бы мог ему составить конкуренцию как вот по настроениям чувствуете опять конечно же майя санду но тут большая проблема как эффективно наше правительство и поэтому майя санду шансы по моему уменьшаются в сравнении с 2016 годом и когда она была все таки она шла из-за позиции она шла из-за позиции да она была как бы политиком который вызывал удивление и восхищение даже у многих сейчас как я уже говорил скорее присутствует разочарование ну а остальные лидеры мы их видим в кишиневе унионисты ли унионистские лидеры они там мы не знаем кто будет кандидатом один партии но у дим партии традиционно интерес президентских выборов меньше так же как и выборах кишинева поэтому принципе пока что один серьезный кандидат мы кандидат правы который скорее может ему составить конкуренцию во втором туре но без особых шансов поэтому я вижу господина додона как реального кандидат демократов вот на пост примара если мы так уже о демократах заговорили вы имеете ввиду влада чебатаря да вы сказали фамилии не называем будто я не называю кишинев сложная зона для я работал поэтому надеется конечно господина чебатаря есть определенные проблемы с нашими правоохранительным с юстицией скорее судьями и прокурорами не исключено что его участие этим тоже обуславливается это дает ему определенные он лидер лим партии один из лидеров но пока что я не замечал чтобы господин чебатар вел какую-то активную избирательную кампанию поэтому сложно что-то сказать про демократов кишинев я вас понимаю и вопрос который не могу вам не задать он волнует очень многих мне интересно что вы скажете влад плохотнюк вернется в молдову и если да то в каком качестве далее как вчера мы обсуждали проблему прогнозов в молдове и как мы жестоко ошиблись в июне практически никто не смог угадать вот как будут развиваться события поэтому про господина плохотнюка и отвечу следующим образом этот вопрос меня волнует кстати мне кажется он не сказал своего последнего слова молдавской политики вообще я всегда говорил что мы приближались эре плохотнюка и вот эта эра плохотнюка на не нашла когда он безраздельно бы властвовал определенное время мы слышали одну одну такую красивую да это эра милосердия вот эта эра не настала из-за этого международного консенсуса и мне как политологу очень интересно было бы наблюдать наполеон второй раз же вернулся с острова святой лена вот плохотнюк тоже было бы интересно чтобы он как наполеон вернулся бы через он сейчас находится в ссылке в принципе это все понимают ну и в такой ну может быть роскошной я думаю он так рассматривает эту ситуацию и тут пример наполеона напрашивается сам собой то есть было бы интересно увидеть его возвращение от она конечно же произойдет чисто по наполеоновскому сценарию кратко напомню что когда наполеон выехал с острова то все газеты во франции писали ну монстр возвращается надо нужно его потом как бы канале приближается и в конце ну париж ждет своего императора вот примерно так освещала масс-медиа я думаю что примерно так же будет происходить из приезда плохотнюка если если как вы говорили до этого его не сдадут как вы сказали соединенные штаты америки да но его не пока что будет другой его пока что не сдали что означает что определенный интерес к нему еще существует мне нравится слово пока что могу вам сказать что пока что вы знаете я про сирийского президента тоже могу сказать тут пока что потому что хотя его сильные мира сего и в вашингтоне и в москве относятся к политикам исходя из собственных интересов никогда особо их не любят но используя чем хороша программа дела принципа что вы можете говорить я сирийском лидер в том числе все что вы считаете нужно да господин чуря я благодарю вас за эту беседу и жду новых встреч у нас в эфире спасибо за приглашение спасибо вы смотрели программу дела принципа я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера а